Правда ли, что под Гомелем можно купить дом за одну базовую? В каком возрасте жители Гомельщины чаще всего вступают в брак? А в МВД рассказали про экстремизм Беларуси. 2 февраля на календаре в студии сильных новостей Алексей Шкуров, а вы смотрите вечерний выпуск. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Погнали! Правда ли, что под Гомелем можно купить дом за одну базовую величину? Ведь у нас регулярно проводится конкурсная продажа пустующих зданий. Создан и государственный регистр бесхозных домов. А каковы цены на заброшки? Сильные новости посмотрели данные торгов, проходившие у нас с конца прошлого года. Было их немало и предложения там имелись самые разнообразные. Если вы присматриваете себе уголок, обязательно почитайте этот материал. Ссылку мы оставим в первом комментарии под этим видео. Ну, с новосельем. Гомельчане уже несколько месяцев воюют за стройщиком из-за косяков с новым жильем. Фото и видео новеньких квартир. Опубликовал паблик ЧП Гомель. Правда, комфортным это жилье назвать никак нельзя. Например, в доме номер 22 по улице Виноградной протекает потолок в подъездах и квартирах. Но, по словам читателей, застройщик не спешит устранять эти проблемы. Пять месяцев мы, то есть жильцы, воюем. Застройщик до сих пор не в силах устранить замечания по дому. Пообещали дать им шанс до 8 февраля. Написали читатели паблика. Надеемся, все разрешится. Подготовили для вас снова выпуск исторического проекта сильных новостей, в котором мы рассказываем неочевидные факты про знакомые места в Гомеле. В этом выпуске речь идет о старинном доме в форме колодца на улице Белецкого. Дом купца Грошикова построили на углу улиц Боярская, ныне Баумана, и Миллионная, ныне Белецкого, в далеком 1909 году. По меркам того времени здание было крупным, двухэтажным. Как его использовали и для кого? Как зарабатывали Грошиковы более ста лет назад. Вместе с историком Юрием Глушаковым совершили виртуальную экскурсию в прошлый век и прогулялись по современному дому и его двору. Смотрите наш исторический выпуск, ставьте лайки и подписывайтесь. Он на нашем YouTube-канале. Приятного просмотра. А часики-то тикают? В каком возрасте жители Гомельщины чаще всего вступают в брак? На Гомельщине средний возраст вступления в брак в 2022 составил у мужчин 33 года, а у женщин 30 лет. Об этом сообщил начальник главного управления юстиции Артем Камалыев. Он добавил, что такие цифры — общемировая тенденция. Цитата. Средний брачный возраст двинулся на десяток лет. Если раньше девушки выходили замуж в 18-24, то сегодня в 31-35 лет. У мужчин также. Объясняют это получением образования, построением карьеры, отсутствием постоянной работы, подчеркнул чиновник. Есть и еще любопытные цифры. Самому старшему жениху на момент вступления в брак исполнилось 85, а невесте — 86. Количество невест, переступивших пенсионный возраст, зарегистрировано в новом браке 257, женихов — 182, подчеркнул чиновник. Он также отметил, что разводов в 2022-м было намного меньше, чем годом раньше. Чаще всего мужчины расторгают брак в возрасте 46-50 лет, а женщины — в среднем в 37. Самому старшему мужчине, расторгнувшему брак, в 2022-м было 74, а женщине — 79. Новостям страны. С 1 февраля начало работать мобильное приложение Минтруда, где можно посмотреть, как наниматель оплачивает взносы ФСЗН и увидеть продолжительность страхового стажа, сформированного с 1 января 2003 года. Приложение доступно только для пользователей Android в магазине приложений Google Play. В перспективе появится возможность для скачивания и на других площадках. С 1 по 28 февраля 2023 Минтруда проведет изучение информационных потребностей этого приложения. В МВД считают, что уровень экстремистской деятельности в Беларуси снижается. Об этом сообщил замминистра, начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич. По его словам, более 70% таких преступлений совершалось в интернете. Но в прошлом году стало больше тяжких преступлений за счет незаконных действий с оружием. Стало больше случаев мошенничества. Уменьшилось число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В 2022-м остановили больше сбытчиков, чем в 2021-м. Глава МВД Иван Кубрахов сказал, что профилактика помогла сократить количество погибших и раненых по итогам криминальных действий. Стало меньше убийств и умышленных причинений тяжких телесных повреждений. В МВД также считают, что на улицах и в общественных местах повысился уровень безопасности. В Минске две школьницы пытались сжечь икону на территории храма. Все произошло в субботу 28 января, сообщает Следственный комитет. Две ученицы одной из минских школ были застегнуты с поличным рядом со свято-духовым кафедральным собором. Прихожанка увидела, как две девушки поджигают икону Божьей Матери Минской. При этом все происходящее школьницы снимали на видео. Женщина спугнула подростков, отобрала у них иконку и отнесла святыню в храм. Позже сбежавших нарушительниц удалось найти. Выяснилось, что обеим по 15 лет, и они учатся в 10-м классе в одной из минских школ. Также на телефоне одной из задержанных девушек-правоохранителей нашли фото свастики и другие изображения нацистской направленности. Несовершеннолетним минчанкам инкриминируют злостное хулиганство. Однако отмечается, что следствием будет рассмотрен вопрос о дополнительной квалификации действий задержанных. Ранее школьницы судимы не были. В Беларуси мошенники организовали фейковые конкурсы красоты. На доверчивых красавицах лжеорганизаторы заработали 46 тысяч рублей. СК возбудил уголовное дело против тех, кто организовывал липовые конкурсы красоты «Мисс и миссис Минск» «Миссис Беларусь-2022». На удочку попалась 21 белорусская красавица. Девушки и женщины, мечтающие победить на конкурсе красоты, позвонили по объявлениям в соцсетях. Никто из них не проверял надежность якобы организаторов конкурсов и не проходил кастинг, но все собеседовались по телефону и отправляли свои видеовизитки. После этого белорусок отобрали и попросили их перечислить внушительные суммы организационного взноса. Получив деньги от участниц, мошенники начали откладывать проведение конкурса красоты, ссылаясь то на пандемию, то на сложности с регистрацией конкурса. А затем попросту пропали. Поняв, что стали жертвами мошенников, девушки обратились в милицию. Всего за один год они перечислили типа организаторам более 46 тысяч рублей. Сейчас организаторы конкурса красоты объявлены в розыск. Также устанавливаются другие пострадавшие. ВСК считают, что девушек, которые заплатили за участие в конкурсе красоты, может быть намного больше. На этом у меня все. Подписывайтесь на сильные новости в социальных сетях, ставьте лайки, присылайте нам. Свои истории мы о них расскажем. Над выпуском работал Алексей Шкуров. До встречи на сильных новостях уже завтра. Субтитры создавал DimaTorzok